Необычный арт-объект. Большая кованая дверь появилась 4 сентября в Кремлевском парке. Это стало одним из событий международного фестиваля «Голос ремесел», который в эти дни проходит в областном центре. Волокжане и гости Вологды могут не только полюбоваться на работу мастеров, но и купить их изделия на ярмарке. Об этом в материале Алена Закатаевой. Ой, смотри, а тут ручка как молоток. Здорово! Кованую дверь установили всего несколько часов назад, а около нее уже целая очередь из желающих сфотографироваться. В Волокжане и гости города с интересом разглядывают новый арт-объект. Хотела бы, чтобы это новое, хорошее будущее было. Все новое, это интересно. И в то же время элементы старого, резьбы. Дверь наполнена множеством символов. Основание – это карта Вологды с улицами и домами. Также здесь есть элементы резьбы с утраченных уже памятников деревянного зодчества. А еще кованный Вологодский кремль с куполами Софии и колокольней. Несмотря на то, что арт-объект появился только сегодня, у него уже есть своя легенда. Если загадать желание потереть солнце в центре двери и пройти в проем, то оно обязательно сбудется в подтверждение тому кованые волшебные рыбки. Уже завтра стараниями у кузнецов со всей России, участников фестиваля, дверь преобразится. Ремесленники дополнят ее другими декоративными элементами, которые будут ковать прямо в Кремлевском парке. Вологжане смогут увидеть все своими глазами и, конечно, приобрести изделия кузнецов на ярмарке. Впрочем, как и множество других сувениров – игрушки, кружева, керамика, расписная посуда, традиционные народные костюмы. Мы представляем традиционную северную игрушку. Это коники, птички и куклы. Тёмненькие – это в основном мужские пояса. Этот больше красного, здесь больше женский. Есть вот детские. Прямо за прилавком мастера показывают, как делаются их изделия. Мастер-класс, так сказать, не отходя от кассы. Видите, они делятся на чётные-нечётные. Бёрдышка поднимается и опускается. Таким образом меняется направление нити. А потом берут вот такую вот ниточку, прокладывают и закрепляют. Покупок в первый день ярмарки было сделано немало. Ведь товар уникальный. Ручная работа – старинные техники. Крошкам своим. Вот сынишка, солнышко, дочери лошадку. Замуж же выдавать надо. Вот поэтому, может быть, у них тут заговорённое всё добавлено, травки всякие. Наверное, повезёт. А так и хорошо. Сначала дождь был, а теперь вот солнце вышло. Наверное, всё так, как надо. Ярмарка будет работать на Кремлёвской площади до 7 сентября. Торговые ряды открыты для покупателей с 10 утра до 6 вечера. Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда. Портал.